Продолжение следует... Шторы, карнизы в два раза дешевле. Амимебель. Амимебель. Акция. Двойная выгода. Купи диван со скидкой 30% и получи 10% скидки на любой шкаф. Еще и в рассрочку. Амимебель. Здравствуйте. Вы смотрите информационный выпуск программы «События» в студии Татьяна Чернявская. Белорусские автобусы и электробусы планируют поставлять в Сербию, сообщает Белта. Белорусская сторона готова рассматривать возможности поставки партии электробусов с учетом специфики ландшафта в Белграде. В сербской столице хорошо знакомы с автобусами, троллейбусами белорусского производства и готовы продолжать сотрудничество. На Сморгонщине началась заготовка зеленых кормов. Менее чем два месяца имеется в распоряжении аграриев, чтобы заготовить сено и сенаж на корм животным. Затем, как кипит работа на полях, наблюдала и съемочная группа ОКС-ТВ. Начало календарного лета в филиале Жодзишки ознаменовалось началом заготовки зеленых кормов. 3 июня в хозяйстве начали косить травы и закладывать сенаж в траншеи. К этой работе постарались приступить как можно раньше. Иначе никак. До начала жатвы зерновых нужно успеть провести два, а на отдельных полях и три укоса. Ведь план по закладке сенажа в хозяйстве на уровне 20 тысяч тонн. В хозяйстве больше 7 тысяч голов скота, и поэтому для него требуется заготовить больше 20 тысяч сенажа и более 30 тысяч сенажа. В данный момент происходит закладка сенажа на ферме по старине. Нам нужно заложить на этой ферме около 4 тысяч только на одной ферме сенажа. Вот сегодня заканчиваем одну яму, это уже будет 2 тысячи тонн. Закладка производится с 3 числа, 3 июня, сегодня эту яму заканчиваем. К сожалению, холодная и затянувшаяся весна негативно повлияла не только на состояние зерновых культур, но и замедлила рост и развитие люцерны, клевера и других травянистых растений. Поэтому первый укос не даст желаемого результата. Если бы весна выдалась благоприятной, травяные поля могли бы дать гораздо больше зеленой массы. Но теперь вся надежда на травы второго и третьего укоса. В колхозе я работаю с 98-го года. Вот 4 года назад мне дали этот комбайн. Уже я его изучил, уже все неполадки я узнаю по звуку, по двигателю, по нагрузке. Сегодня на полях филиала Жодишки работают три кормоуборочных комбайна. Машин для отвозки достаточно, поэтому заминок в работе не возникает. Все, что собирается с полей, своевременно отводится к траншеям и быстро закладывается в них. Скосить первые травы хозяйство планируют всего за две недели. Затягивать нельзя. Сейчас погода помогает растениям быстро набирать зеленую массу. Там, где еще вчера косили, уже сегодня радует глаз молодая оттава. С приходом тепла неплохие виды на урожай стали давать также зерновые и рапс. Рапсы, можно сказать, на сегодняшний день радуют. Наше хозяйство отмышфилиал комбината хлебопродуктов, их свой цех, поэтому я думаю, что мы их тоже порадуем урожаем рапса. Ну и зерновые неплохо. Вот видите, вот самые последние поля, что сеяли мы, яровые. Здесь стояла вода, мы не могли улезть никак. Ну, слава богу, улезли, засеяли все, что можно. Владимир Васильевич утверждает, что в сельскохозяйственной отрасли результаты зависят на 40% от погоды и на 60% от человека. Поэтому труженики села стараются делать все, что в их силах. С 16 июня с 10 до 11 часов в кабинете номер 415 Сморгонского райисполкома прямую телефонную линию проведет начальник главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь Станислав Антонович Наркевич. С 11 до 12.30 будет проводиться личный прием жителей региона. Высказать предложение и задать вопросы в ходе прямой телефонной линии можно по телефону 2-11-11. Предварительная запись на личный прием по телефону 3-16-16. 25-летие монашества епископа Александра Яшевского отпраздновали в Минске, Могилеве и Сморгоне. Епископ-юбиляр возглавил мессу, которая прошла в костеле святого Михаила Архангела. В мае в параде святого Михаила Архангела Сморгоне прошла гульнобелорусская салезианская урочистость Марии у спамоги христианам. На этом святе отбылась еще однозначна падея. Допоможный бискуп Минско-Могилевской архидеоцизии и бискупский векарь для Могилева и Могилевской в области Александра Яшевский означал 25-летие монаска життя. Служение Александра Яшевского тесно связано с Маргонским костелом. Это велика урочистость для нашего города и всей салезианской сопольности. Азначай, как сенцы Виктор Гайдукевич, региональный настоятель религийной католицкой миссии святого Парантишка Сальцкого в Беларуси. Сегодняшняя урочистость, она вельми важная, саправдой не только для города, но и для нашей салезианской семьи. Чему для города? Потому что один сморгонец, который удалось отримать полноту святерства, стать бискупом, сегодня святкует свой 25 год из монаска життя. И так же он сегодня в нашей салезианской семье, он один из нас. Таму, саправдой, гэта урочистость мае таки двузначный характер и для города, и для нас. 25 год из монаска життя – это, саправдой, вельми долгий шлях. И шлях, який, саправдой, треба пройсти, и, саправдой, усведомиться, и вот сегодня, теперь, что на этом шляху есть вельми шмат радостей, а левых тяжких моментов. И таму это момент удячности. Саправдный момент удячности Пану Богу, и Матю Божию спамузи христиану, что мы сегодня можем отзначать в этот 25 год, и, как бы, цэмбы, глядеть на перат, и исти до молодзи, выходить до людей, працаваць, выспоминаю, на корысть сбавлення молодых людей. Юбилей своего святарства сё лет означают так сама однокурсники бискупа Александра, які приехали у Смаргонь из России, Польши, Италии, к апразам помалитца. Подчас набоженства бискуп Александр и его собраты Салезияне здесь нели обратно обновления монастских обещаний. Присутности моих братов обещаю заужды жить у послухмяности, убостве и чистости, идучи евангельским шляхом, вызначенным у Салезиянской конституции. Твоя ласка, о добрый ойча, заступництва найсвятейшей панны Марии у спамоги святого Юзефа, святого Францишка Сальскага, святого Яна Боско, а так сама моих братов Салезиянов, нехай, что дён нас супроводжаюць мяне и допомагаюць заховывать верность. Аминь. Верники, святары, усе, хто пришо на свято, узносили слова молитвы усемагутному Богу, праспострейдництва Маті Божай у спамоги христианам. С прадвечны Божа, даючий пашану Мати Твоего Сына, покорно Тябе просим, нехай, святая хвяра, якую мы Тебе складаем, праз ласку Твою учинить нас самих для Тебе вечным даром, прас Христа Пана нашага. Аминь. Сегодня урочистость да и кожному з нас добрую махчымась выказать словы сердечной падяки и прославлення у першую чаргу миласэрнаму и усемагутнаму Богу. За дар пакликанья кожнага з нас, а особливым чынам сёння за пакликанья наших достойных юбиляров. Юбилейх – это таксама добрая нагода к абразам зэмі прасіць праз заступніцтва Мати Божай об новых і святых пакликаньях до святарства і законнага життя. І обласцы вытрымкі для усі тых, хто ўжо крочыць шляхам святарскага і манаскага життя. У раджыцтва і спамогі хрыстяну і святкавання юбилею 25-годдя манаскага життя – гэта момант вялікай ласкі, якім і перажылі з глубокім пачуттём дячнасті і пакорай і радасцю ў серці. Бо сам Бог з'являецца тым, хто адарыў наших дарагіх юбиляраў дарам пакликанья. І дал усім нам мудрую наставніцу і сардэчную мати Марію ў спамогу хрыстянаў. Азаблівае слово падякі жыдаю накеруваць нашаму біскупу юбиляру Александру за яго прысутнаць, за цэлібрацію святой імшы, а таксама за прыгожая пастырская слова, яко ўн скерувал да ўсіх нас. На праканцы імшы, перад тым, як ўдяліць людям Божай благославлення, біскуп Александр падякава ўсім, хто прышоў раздяліць разам зім гэту рашыстасць, а парафіані, асерот яких, бэлі таксамы представники місцевої влады выказали слово шчыру дяшності за тое, што чыверцта воді, біскуп Александр Яшівський служить Богу і людям. Сьогодні мы, гаражане і гости города Смаргонь, в праздник католіческого християнства, мариі, помошниці, верующіх, рады прэвістувават на Смаргонской земле тех, хто 25 лет назад посвятил себе служение Богу. А тым, який, Смаргонская районна исполнительна комитета, примите самые теплые слова поздравления по случаю 25-летия монашеских обетов. Вы посвятили четверть века своей жизни нравственному наставлению людей, утверждению в їх сердцах католической веры, их поддержке, утешению. Невозможно переоценить важность и ответственность вашей миссії. Находить в каждом человека любовь, милосердие, пробуждать в нем силы и желание творить добрые дела, помогать ближним. В этот день желаю вам при выполнении вашей высокой миссии крепости тела и духа, душевных сил, мудрости и терпения, долгих лет активного ослужения селезианской корызме. Благоденствия вам и мира! По кликане до святарской жизни Александра Яшевского народилось ранее, чем он пошел в селезианскую конгрегацию. Вера у его семьи была часткой жизни. Я счастливый человек, потому что я вырос у верующей семьи. Для меня вера была часткой жизни моей семьи. Моя бабуля одна и другая практиковала. Я бачу молитву одного деда и другого деда. В какой-то способ мы выросли разом сястрой уже у веры. Таму, як можа іншым треба было прийти до веры, то мы уже верой жили. Таму яна была у нас. А что датычца выбару по кликане, то напевно год 1989, и калю у нас начинался кастел, калю, скажем так, разом с Сензумом Владимиром мы распачали быц тут першими министрантами, то я памятаю урачистость Божага народжения, потому что восьминавита пачас урачистости Божага народжения я у першыню спяваў у кастелі псальм. И вось, калі я вышаў, каб заспіваць псальм і убачуў вялікі натоўп людзей, мне было цяжка распачаць. И я памятаю, што ў той моменту мене узнікла вельмі вялікае жадані. Я хачу заўсёды тут стоять. І ўжо з перспіктывы 25 гадоў монаскага жыцця я разумею, што гэта і был той момент нараджэня, пакліканя, што вацшываюцца? Вядайте, радасць і вялікую ўдячнацць. У першую чаргу Богу за тое, што мы магалі дажыць да такіх мінавіта падзей, а таксама і людзям. Тому, што без людзей сёняшня свята не имела бы сэнсу. Варцэ зразуміць, што гэта не свята для нас, але гэта свята, якое таксама мы, як святары, перадаем людзям, каб яшчо больш узмацніць іх ў веры і да помахчы бэть добрыми людзьми. Прозувіць святарскі шлях, яным кнуся рупліба виконувай свае пакліканя, несті Бога людзям, быць повар зіми і служить їм. Самая важная гэта людзі, яких я спаткав на сваім шляху, якім служив і якім служу. Я щасливе чалавек, я чуваю радасць і удячнаць, свяджая, біскуп Александр. Юные художніки Смаргонщины і соседніх районів в погожий день собрались возле стен Кревского замка, щоб с помощью кисти і красок передати його на бумагі. Політ творческой фантазії дітей оказался і в об'єктиві нашої камери. Третий год подряд отдел идеологической работы культуры по делам молодежи Смаргонского райисполкома совместно с Детской школою искусств имени Михала Клефаса-Агинского проводит открытый региональный конкурс Плен-Р «Мой край Смаргонщина». В этом году он прошел в живописном агрогородке Крева. Запечатлеть в своих работах сохранившиеся исторические памятники, руины Кревского замка, остатки языческого копища, а также действующий храм и костел преображения Господня и православную церковь святого Александра Невского представилась возможность 31 начинающему художнику из Детской школы искусств учреждений общего и среднего образования Смаргонского района, а также гостям из Ивьевского и Воложенского. Ребята выполняли свои работы в разных техниках, используя акварель, гуашь, масляные краски и карандаши. Мне здесь очень нравится, тут очень красиво и интересно. Мне больше всего нравится рисовать природу. А что именно в ней такого интересного? Разные животные, леса, озера, столько разных цветов. Ребята должны выезжать на природу. На природе больше вдохновения, больше красивых мест. Я два года хожу в школу художественного дополнительного образования. Я сегодня сюда пришел, чтобы рисовать... Я сегодня сюда пришел на конкурс, чтобы рисовать Крэвский замок. Что же так вдохновляет здесь? То, что я рисую на свежей природе. И тут так тихо и спокойно. Я рисую пастелью. Это как мелки такие. Учусь я четвертый год по рисованию уже. Учусь в Сольской школе у нас. Мне захотелось сюда приехать. Вот в Криве я ни разу не была. И хочется посмотреть на замок, разные пейзажи, порисовать. Мне здесь очень интересно. Я не только рисую, но и хочется познакомиться с новыми друзьями. Мне здесь нравится, что здесь красиво, тепло. Можно нарисовать природу. Не только надо учиться рисовать в классе, но и здесь, на природе. Я узнал о пленере благодаря школе, где я учусь. Мне учитель рассказал, что я могу принять участие в таком пленере. И меня это заинтересовало, потому что я уже давно знаю про Крива, такое замечательное место, и замок, и косел, и церковь. И я уже давно хотел отправиться сюда присылать. Ну, и вот такая возможность хорошая появилась, и вот я так отправился в пленере. Мне понравилось, что отсюда видна часть старинных стен, и мы можем видеть отсюда и костел, и получается такая связь времен. Старые разрушенные стены и новый костел. Такие пленеры помогают окунуться в историю других районов, узнать, познакомиться с новыми людьми. Для участников пленера в музее Кривской школы была проведена познавательная экскурсия. Ребята рисовали на землях, которые видели ярчайших исторических персонажей, великих князей и королей. Именно здесь происходили события, от которых зависела судьба половины Европы. Об этом сейчас напоминают только книги до руины удивительного Кривского замка. Пленер длился около трех часов. Картины юных художников отличались своей неповторимой манерой изображения. Краски на работах смотрелись настолько естественно, что казалось, будто пейзажи наполнены воздухом. Компетентному жюри выбрать лучших среди равных было непросто. Творческий подход, аккуратность исполнения и индивидуальная техника были основными критериями оценивания. Компетентное жюри сегодня определило в двух возрастных группах. Первая группа 9-12 лет. Три победителя. Первая степень, вторая и третья. Также были определены несколько учащихся, отмечены дипломами за творческое решение и за неординарность идеи. Во второй возрастной категории 13-16 лет тоже определено три победителя. Диплом первой, второй и третьей степени и также несколько дипломов за оригинальность выполнения и творческий подход к работе. Также в этом году мы первый раз не оценивали творческую работу, а оценивали только работу пленэрную, потому что жюри решило, что настолько у ребят интересные работы, что объективно будут оценить ту работу, которую они выполняли только на пленэре. И в следующем году мы планируем работать в таком же режиме, в таком же русле. Я думаю, что профессионным астакам можно получиться у дятей вот к этому нестандартному погляду на рычаисность. А кроме того, это вольное поветро, это добрая такая соня, весна, и гэта узбуджает некие творческие натхнение у дятенка. И мне здаётся, что гэта вельми кранальна. И дяті запомнить на усе житсё пленэры и то, что они отрымали за свое задавальнение и подарунки от журы, гэта застанется на усе житсё таки ураджані. Головная мета гэта докрананне до спадчаны. И мне здаётся, что дяті не адноль кала вернутся. Навад, калі не стануть мостакамі, они вернутся до уваги, вернутся до вылучэння спадчаны, заразумеюць, хто яны есць на угловной гэтай землі і будуть нек ушановываць землю нашу. Важно, что такие духовные і творческі мероприятия становятся в Сморгонском районе традицией, отметила заместитель директора по учебно-воспитательной роботи Сморгонской школи искусств Марина Пахомова. Планируется проводить его ежегодно, потому что Сморгонь богата на исторические места, поэтому у нас в планах ещё посетить и деревни Солы, есть ещё даже в городе Сморгонь в следующем году планируем провести мероприятие. Проводится в целях прежде всего это увидеть творческих детей, увидеть талант для детей, а ещё сохранить культурное наследие региона и познакомить детей с историей родного края. В первой возрастной группе 9-12 лет лучшей работой признана картина учащейся Сморгонской школы искусств имени Михала Клефаса Агинского Кудаш Виктории. Среди юных художников 13-16 лет пейзаж воспитанника Ивьевской детской школы искусств Селима Ильясевича. Все ребята были награждены дипломами участника конкурса пленера и подарками. 21 июня в районном центре культуры в 19.00 Александр Солодуха в новой концертной программе «Мы будем вместе». Внимание! Только в этом месяце акция в республиканской компании «Окнаград» скидки 30% на окна ПВХ при оплате в два этапа. И это еще не все. Рассрочка 0% на 21 месяц. Звоните по телефону 4-54-54-54 а также МТС и Волком 638-6200. После непродолжительного периода теплой погоды в Сморгоне-5 придет похолодание. Во вторник в ночные часы наш район пересечет холодный атмосферный фронт от обширного циклона. Ночью возможен дождь и гроза. Температура воздуха составит 11-13 градусов. Днем будет облачным с прояснениями пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается сильный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем не превысит 17 градусов тепла. В среду в Сморгоне сохранится прохладная и неустойчивая погода. В ночные часы пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ожидается 15-17 градусов со знаком плюс. В четверг погода в нашем регионе немного улучшится. Ветер ослабеет до умеренного. Ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до плюс 20 градусов. Это были основные события в жизни района. Всего вам доброго и до новых встреч. Амимебель акция двойная выгода предложение года купи спальню Надежда со скидкой за 625 рублей и получи скидку 20% на любой матрас. Амимебель Амимебель акция двойная выгода купи кухню со скидкой 30% и получи скидку 10% на диван либо стенку еще и в рассрочку Амимебель Амимебель акция двойная выгода купи детскую со скидкой 30% и получи скидку 20% на любой матрас еще и в рассрочку Амимебель 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 и из-за от